Это знаменитый парный полицейский разворот в исполнении сотрудников Башкирского управления госавтоинспекции. Под колесами автомобиля чистый лед. Отправить машину в занос в таких условиях несложно, а вот удержать и вернуться на траекторию задача не из легких. Машина уходит в занос, мы ее должны выровнять и войти в ворота на прямых колесах, что мы сейчас и делаем. Все это мы осваивали в течение двух недель. Пятеро сотрудников республиканского ГИБДД прошли курс экстремального вождения на базе межрегионального учебного центра Азимут. Они изучали контраварийные приемы вождения на льду и последний экзамен был сдан без нареканий. В целом я ребятами очень доволен, то есть команда хотя бы была такая разношерстная, то есть поначалу как бы казалось, что они что-то смогут, что-то не смогут. Но в целом, как вы видите, результаты были великолепные. В целом мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с руководством ГИБДД и проводить такие подготовки в будущем уже постоянно с нами. На этой площадке вечерами школьники играют в хоккей. Для того, чтобы в обычных ботинках удержаться на льду, необходимо слегка присноровиться. Для того, чтобы удержать полутора тонны автомобиль, нужны специальные профессиональные навыки. Зимняя дорога, как известно, ошибок не прощает. Именно поэтому обучение проходит в экстремальных условиях. Система подготовки включает в себя два этапа теории и практические занятия. Вчерашние курсанты уже применяют полученные знания на службе. Инспекторам не понаслышке известно, что такое экстремальные ситуации на дорогах. Здесь необходимо быть готовым к любым подножкам судьбы. Климатические условия у нас суровые. Бывает, сегодня тает, завтра резкий гаволёт. Для учебного центра это уже не первые выпускники в погонах в прошлом году. В рамках федеральной целевой программы в нашей республике прошли обучение 24 сотрудника госавтоинспекции из четырёх регионов страны. Впервые группа полностью состояла из башкирских милиционеров. И это лишь начало. В ГИБДД республики надеются, что в будущем подобную подготовку сможет пройти каждый сотрудник. Эти навыки им нужны. И вот мы именно такую провели работу, первый этап. И в дальнейшем мы также данную работу будем продолжать. Продолжение следует...